Спасибо, спасибо большое. Приятно говорить в микрофон, приятно, что вы досидели, приятно оказаться в этой компании. Я еще не выступал в КМВ, для меня это дебют, поэтому надеюсь, что дебют получится милым, теплым и полезным, в первую очередь, для вас. Ну и для меня чуть-чуть пользы пусть останется. Итак, у меня есть презентация, и мне обещали кликер. Кликер – это мой бич. Редко получается, что мне давали его сразу, и все работало. Посмотрим, как выйдет в этот раз. Ну-ка. Пока ребята там настраивают, я немножко расскажу о себе, потому что я взял на себя ответственность рассказать вам про важную и сложную тему, которую хотелось бы, чтобы дотронуло каждого из вас, чтобы завтра вы начали делать контент. А все мы делаем контент в каком-либо виде. Это либо общение с друзьями, это либо публикации в соцсетях, что чаще. Поэтому я бы хотел, чтобы контент в наших медиаресурсах становился все более и более полезным, все более и более интересным и качественным. Каким именно и как его делать, каким именно он должен быть и как его делать, я попробую вам сегодня рассказать. Итак, тема называется «Ты бренд», «Я бренд», «Мы бренды». О, заработало. Так, для того, чтобы вы меня немножко выслушали, то есть эти 20 минут прошли для вас с пользой, мне бы хотелось немножко рассказать о себе. Амир вкратце меня представил, а можно будет переключаться, когда я его прошу, ребят? Не когда он сам решит, а когда я прошу. Ага. Итак, все началось 5 лет назад, когда мы сделали сообщество «Типичная Молдова», и оно зашло. Был вирусный эффект, людям понравилось, у нас подписало сразу много людей, дело было в ВКонтакте. Потом мы разросли, сейчас имеем какой-то медиаресурс. Этим медиаресурсом стараемся активно пользоваться, проводим ряд мероприятий. И поэтому у нас есть бренд «Тайм Авенс», где мы делаем всевозможные мероприятия, делаем киномарафоны просмотров в кино. По различным режиссерам делаем мероприятия, связанные с выходом играми на открытом воздухе, настольные игры в основном. Мы делали в дендрарии, делаем в закрытых помещениях. Мы делали живую библиотеку, когда можно было прийти и пообщаться с разными людьми разных профессий, специальностей, судеб, и узнать у них, каково это быть вот такими, как и Ивы есть, и подчеркнуть для себя много нового, открыться. Мир, как бы узнать что-то новое, и я все борюсь здесь, как вы видите. У нас есть также руманоязычное сообщество «Молдова-Мяна», считывающее в Инстаграме плюс в Фейсбуке 100, чем до 1000 подписчиков. «Селфи-мд-бренд», «Синтем-сука-тынер», молодежное сообщество, кто из нас не матерился когда-то, 5 минут назад. «Книга-люб» сообщества, «Книга-любов», «Синемайн-шоус» и так далее. То есть в соцсетях мы представлены довольно крупно. У меня, конечно, не 2 миллиона подписчиков, как у Саши Канцлер, но 350 тысяч, что тоже, я считаю, неплохо. Компания наша называется «GoSocial», я ее учредитель-создатель. И так как я в какой-то степени бренд, все почему-то составляют GoSocial с СММ. Все думают, что мы продвигаем в соцсетях. Это так, но на самом деле мы делаем гораздо больше, и долгое время мы занимаемся еще двумя направлениями. Первое – это сайты, то есть веб. Мы делали сайты для почты Молдовы, много сайтов. Для Велохора делали сайт, Продежи недавно продвигали, там делали сайт. То есть мы с сайтами на «Т» и хорошо там отбираемся. Мы делаем дизайн. Мы работали по дизайну с Video Security, с той же почтой Молдовы. Может, видели терминалы, но вы по городу не раскидали. Тоже наших рук дело. Мы делали бренды Video Security штук 5-6, там всяких разных на Румынию. «Рошел Портежат» есть у них такой бренд, очень интересный. Мы делали бренд Energy, Energy Kids. Ну, в общем, дизайна мы тоже на «Т» и довольно-таки глубоко сидим в этом. У меня есть компания, у меня есть сообщество MadMarketers, сообщество маркетологов в Фейсбуке, куда я призываю каждый из вас подписаться, потому что это сообщество, где можно задавать вопросы маркетологам и получать ответы, что очень здорово и классно в наши дни. То есть сообщество, в котором маркетологи могут читать кейсы, задавать вопросы, делиться своими кейсами, желательно любыми, хорошими и плохими, потому что на плохих кейсах мы все воспитываемся. Но никто не спешит делиться, конечно, такими. И еще есть пару маленьких брендов и начинаний стартапов. Это то, для чего я, то, что у меня уже есть, то, почему я хотел бы, чтобы вы мне поверили, прислушивались к тому, что я буду говорить. У меня там впереди много практических советов и теорий, на самом деле. Теории, которые должны убедить вас в том, чтобы вкладывать, в первую очередь, в себя. Итак, расскажу вам, как дела сейчас происходят в соцсетях. Давайте, так как я чуть-чуть знаю про это, я вам сказал уже почему, расскажу вам. В социальной сети тенденция такая, что уменьшают охваты. Охваты бесплатные все время уменьшаются. То есть все меньше и меньше контента из ваших сообществ попадает в страницы пользователей. Ну, то есть, если раньше, когда я только начинал, вы делали публикацию в Фейсбуке и гарантированно примерно 60-70% подписчиков видели контент, и было здорово, то сейчас это видит гарантированно 15-20%. И чем больше у вас сообщества, тем количество этих людей меньше. В Инстаграме примерно 30-50%, что тоже здорово, что как бы еще здорово, но тоже сокращение идет на лицо. Инстаграм тоже вел какое-то время назад, месяца 8, наверное, 9 умную ленту, а теперь не все публикации попадают в ленты. Надо понимать это, вам приходится проталкивать все деньгами. Деньги съешь, деньги съешь, машина. Машина съешь, деньги, дай мне больше людей, больше аудитории. Так это работает сегодня. Приоритеты даются друзьям. Фейсбук изначально задумывался как соцсеть для друзей, поэтому сейчас друзьям дается определенный точный приоритет, и ваши друзья, и своих друзей вы видите гораздо чаще, чем другие бренды. И с этим тоже надо считаться. И доверие к СМИ, это сегодня вообще отдельная тема, оно очень низкое. На Рокете была конференция Digital Rocket Summit, там рассказывали, что в Молдове именно проводили исследования, и меньше 20% людей доверяет нашим СМИ. Я хочу просить поднять руки тех, кто доверяет нашим СМИ. Есть такие вообще в зале? Кто доверяет тому, что пишет Point, допустим? Хорошо, кто думает, что в Point купить новость нельзя? Хорошо, а кто думает, что в Point можно купить... Мы проверим обратно, никто не понимает руки, может, просто руки сломались. Кто из вас верит в то, что в Point можно купить новость? Вот я верю в это. То есть большая часть. Все, кто могут поднимать руки, да? Лес рук, окей. Это правда. То есть в новостных сообществах, в новостных сайтах можно купить новости, как на телевидении. И с тем тоже нужно считаться, это нужно понимать. Сегодня у нас мир преднасыщен информацией, информация везде. Я вот сейчас какую-то информацию даю, девушка там в телефоне смотрит информацию, ее очень-очень много. И выбрать из качественного источника, качественный источник очень сложно. И все борются за ваше внимание, за ваше доверие. Поэтому самый ценный ресурс сегодня – это внимание. Покой и снимание – тот Цукерберг, тот Амир Ройтман в сегодняшнем вечере, тот много-много других известных публичных людей. Ксения Собчак, в конце концов. Именно внимание сегодня конвертируется в деньги. Это касается и ваших брендов, и касается вашего личного бренда, к которому я сейчас приду. И еще сегодня в соцсетях практикуется, в соцсетях, в интернете вообще практикуется, развивается такая штука, как баннерная слепота. Давно уже развивается. Я думаю, если я вас прошу, какие билборды по городу вы видели, пока ехали сюда, вы мне вряд ли скажете. Ну, то есть, задумайтесь, блин, а что ж там было? Наверное, какие-то билборды, которые висят по 10 лет, привлекли ваше внимание, потому что их давно не снимают, а вы подумали, блин, а что-нибудь там висят, это событие уже закончилось. Так висит где-то Гришковец, я еще видел в городе. Ну, много таких. А баннерная слепота означает, что пользователи не видят в интернете баннеров. Они привыкли к тому, что вот эта реклама, не хочу на нее смотреть. Реклама, не хочу на нее смотреть. Заходишь на поинт, реклама здесь, 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 здесь. Ага, выборы у нас скоро, понятно. Как бы вот так-то происходит. И сегодня, вот на прошлой конференции, тоже классный инсайт был, хотел с вами поделиться. То, что в соцсетях все меньше и меньше внимания обращают на красивые картинки. Некрасивые картинки, всякие фотожабы, всякие мемы и так далее, получают гораздо больше engagement, то есть вовлечения людей в контент. Потому что они не брендированы. Потому что человек не любит рекламу сам по себе. Он создан так, что не любит рекламу. Он не хочет, чтобы ему продавали. Но мы-то хотим ему продавать. Поэтому нам нужно к этому приспосабливаться. Так вот. И если вы делаете, если у вас есть бренд, если к бренду, да, в такой инсайт, если у вас есть бренд, который позволяет не делать какие-то супер красивые брендированные вещи, придерживаться четкого брендинга, и это не повредит вашей репутации, лояльности, и вам нужен трафик, я советую делать картинки смешными, непривычными, некрасивыми, в конце концов. Они получат гораздо большее количество кликов. Я расскажу вам такой классный кейс, который у нас был. У нас есть проект, называется «Эквисанта». Мы его заводим каждый раз очень поздно, поэтому получается зарегистрировать меньше людей, чем мы хотим всегда. Но при этом мы его безумно любим и впитаем на его счет большие-большие надежды и амбиции у нас там. Идея в том, что вы регистрируетесь в преддверии Нового года на определенном сайте, оставляете свой e-mail, ссылку на себя в соцсети и домашний адрес. Таким же образом поступает еще много людей. В последний раз у нас было чуть больше 2000 человек, но это было 3500 человек. И в определенный день, 15-20 декабря, вы на e-mail получаете ссылочки на человека и его домашний адрес. С какой целью? Чтобы подарить ему подарок. Стать тайным сантом, секретным сантом, секретным сантой для случайного незнакомства. Это всегда сопровождается большим количеством лояльности, клевого фидбэка, людям нравится. Мы еще ввели персонажа такого, как секрет Санта, который со всеми обращается, даже с пятисредним мудрецом. Он ему говорит, что милок, молодец, что велся классно весь год, вот тебе пирожок туда-сюда. Он очень тепло и мило общается, сама коммуникация, выставка очень тепло. Это чуть-чуть про секрет Санту было, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Мы запартнерились в последний раз, в 2016-2017, мы запартнерились в компанию Simple. В компании Simple есть компания MAMMD. И мы договорились с ними, что они будут нашими информационными партнерами. Я думаю, многие из вас… Поднимите руки, кто из вас работал с компанией Numbers. Numbers, да? Знаете, такой вот я работал. Ну, процентов, не процентов, рук 25, наверное. Те, кто не видел. Компания Numbers представляет широкий спектр возможностей, нет, узкий спектр возможностей, показывает баннера. Баннера по всему Молднету. Это их сайты PointMD, их сайты SporterMD, МамаMD, Тридевятки, известные очень, да? Они показывают баннера. И вот эти баннера, они монтируют. Мы договорились с компанией Numbers, что они будут показывать на своих баннерах нашу рекламу. Миллион показов. Миллион чертовых показов. Я подумал, офигеть, выгодная сделка. Они становятся нашими информационными партнерами, мы их везде указываем, и мы получаем миллион баннеров. Они сделали миллион показов. Мы с них получили 750 кликов, что примерно является меньше процента кликов в итоге, потому что Намбраннерная система это когда вы стреляете пушкой по воробьям. Сложно поймать человека, то есть нужного, потому что на девятки заходят всякие разные люди. Если настроите более точно, там раздел вело, допустим, или еще какой-то, там еще можно постараться. Из них мы получили 28 заходов на статью про дегрессанту. 28, да? 750. 28 статью почитала 750 человек зашло на статью про секретсанту. Они прочитали статью. Статья была в данном случае как лендинг такой. Она должна была подогреть заказ. То есть заходить туда, видите там, секретсанта, такая традиция, давайте примите участие, сюда, так-так, клево будет. 750 человек пришло, понравилась статья, дочитали до момента, впереди по ссылке 28 человек, зашло 13 человек, зашло 28 человек, 13 зарегистрировалось. То есть с миллионов показов я получил 13 регистраций на сайте секретсанта. Я тоже так думаю, это очень мало. Это очень-очень мало. В то же время я сделал себе пост на странице, на своей личной странице, в своем личном профиле. У меня было 340 кликов, 42 регистрации. То есть я побил миллион показов Numbers в почти 4 раза. Я не считаю, что это какое-то достижение, просто сам факт. Важный момент. Баннерная реклама, надо уметь работать. Это отдельная наука, это очень сложно, серьезно. Это отлично работает, если уметь с этим работать. Если правильно делать, показывать кнопку клика, если там делать крутые баннера, если, опять же, баннер не слишком рекламный, не слишком глупый. То есть это сложно. Но при этом, когда вы делаете пост у какого-то лидера мнений, вы получаете 42 регистрации. Куда более теплого аудитория? Лидерам мнений доверяют больше. А там сейчас больше трафика. Привожу вас к выводу плавно, что доверие – это единое конкурентное преимущество в наше время. Это то, что работает сегодня, когда мир у нас не как раньше, он не продукт-ориентированный. Раньше мы делали классный продукт, какой-нибудь, допустим, не знаю, классный сыр. Продуктов было мало или стиральная машинка, все выстраивались в очередь, все видели очередь, вставали сзади в очередь, и думали, о, я стиральную машинку, я хочу. Сегодня так. Сегодня в стиральных машинах очень много. Сегодня очень много сыров, колбас и так далее. Сегодня мир клиент-ориентированный. Он ориентирован на то, чтобы доставить клиенту максимальный комфорт, для того, чтобы оказать ему наилучший сервис. Но в таком мире, в первую очередь, играет, лучше всего играет, да, лучше всего работает, доверие. Если есть доверие, есть покупка. Я думаю, есть маркетинг, на самом деле. Когда вы доверяете бренду Apple, вы знаете, а, следующий iPhone будет классный. Возьмете его даже, несмотря обзор Vilsacoma. Или вы не доверяете бренду, вы пользовались уже когда-нибудь там Xiaomi, он сломался один раз, у вас в воду попал. Не, Xiaomi мне больше не надо. Спасибо. Так это и работает. Поэтому доверие, это даже не преимущество, а условие выживания. Итак, что такое персональный бренд? Персональный бренд, это ваш образ сознания людей, то, как вас видят и воспринимают. Образ, который генерирует дополнительную ценность и создает выгоды для вас. Я собрал цитаты двух людей, которых я уважаю. Это Дмитрий Румянцев, один из главных SMM-щиков в Рунете, я так считаю. Можете подписаться, поискать его. Очень советую, кто увлекается SMM и кто развивается в этой сфере. У него есть отличные книги на эту тему, отличное сообщество в Фейсбуке и ВКонтакте. Прям стоит. Он говорит, персональный бренд, это когда выбираешь ты, а не тебя. И да, Дмитрий Румянцев устоят очереди из клиентов. И он выбирает, этого хочу, этого не хочу, этого хочу, не хочу. Берет самых лакомых, самых интересных. Ну и Артемий Лебедев, который сказал, что бренд это торговая марка, которая генерирует дополнительный доход за счет самой себя. В принципе, то же самое. Я посмотрел интернет, мне была очень интересна эта тема. Только ли я смотрю на на профили людей, которых нанимаю. 75% работодателей в Англии смотрят профили в социальных сетях потенциальных сотрудников. Это большое число. И дальше будет еще больше, я уверен. Ваши профили в социальных сетях это вес, это то, что сегодня уже очень важно. Это то, что говорил, по-моему, Саша говорил, что развиваете, да, канцлер говорил, что развиваете людей, люди продают лучше. Поэтому сегодня вы как специалист, если вы известны в социальных сетях, даже если вы не самый крутой специалист, вас интересно брать компанию просто потому, что через вас она продаст больше. Ваше лицо будет узнавать, к вам будут идти. Основные черты сильного персонального бренда. Это целостность. Очень важно, чтобы бренд был целостный. Он должен считать в себе какие-то качества, которые одно дополняет другое. И эта вот теория, она крайне важна. Советую там конспентировать, записывать и так далее, потому что без этого не получится. Это как устраивание собственного настоящего бренда а-ля вроде тукана. То есть это когда вы должны продумать вначале, что же я буду, что я буду нести, каким я буду. Очень важно, чтобы ваше изображение качественных фотографий соответствовало тому, куда вы целитесь. Потому что сегодня у всех в 2017 году хороший смартфон. И возможно сделать фотографии качественные есть у каждого. По сути, если вы фотографируете кое-как, что-то с вами не так. Наймите человека. Или сходить на курсы. Натуральность. О, пользователи прекрасно отличают ненатуральность и неискренность. Это очень важный показатель. Если вы где-то пытаетесь быть неискренными, вас обязательно раскусят. В социальных сетях только так. В ютубе вообще сразу видят комментарии, ууу, вас оклеймят. Отличительность. Вы должны отличаться. Вы должны выглядеть не так, как другие. Ваше фирменное движение, ваша фирменная, не знаю, жестикуляция. У вас должно быть что-то фирменное, ваш фирменный голос должно узнавать среди прочих тысячи голосов. Если вы там мумитролли и слышите, что песня на радио, то это мумитролли. То же самое в соцсетях. Должен быть почек, должно быть что-то. То же самое, покажу тебе мир. Значимость. Значимость приходит, когда у вас уже есть бренд. Когда вы можете сказать что-то и вас послушают. Когда вы скажете, что этот ведущий плохой и вас могут послушать. Когда у вас есть уже медиасила, тогда вы можете пользоваться своей значимостью и направлять в медиапотоки. И последовательность. Тут мало что можно объяснить. Важно, чтобы вы были последовательны в своих действиях и помнили, что вы делали год назад, два года назад. Тут пару примеров. Вот про Дмитрия Румянцева я уже сказал. Это пример из «Контакта». Появился в «Контакте», Дмитрий Румянцев стал пользоваться им, активно стал продвигать какие-то компании, себя и писать об этом. В «Контакте» мало кто что-то знал. Он просто писал, я пробовал вот это, а сейчас работаю вот с этим. Он делился этим, рассказывал, как у него это работает. Люди, не зная ничего, особо читали его, читали, читали, и теперь он громадный лидер мнений. Он большой, известный, успешный специалист. Конечно, не пошло это без его развития личности, но началось все с того, что он просто сбил за своими наработками, то, что он попробовал, передал через себя свой опыт. Все. Вот вам пример из Инстаграма. Даша Чигаровская. Кто из вас знает Дашу Чигаровскую? Есть такие люди? Не всегда интересные такие вещи. Ого. Ну, человек пять. Хорошо, прекрасно. Даша Чигаровская, я сегодня с ней поговорил, уточнил у нее этот момент, потому что мне было важно, вру ей или нет. Даша Чигаровская была журналистом, захотела фотографировать. Она придумала себе следующий концепт. Она будет делать фотографии каждый день на протяжении года. 365 дней фото самой себя в разных амплуах. Самой себя в разных амплуах. Что можно придумать гениальнее? Ее лицо знает каждый из всех ее подписчиков. Все видели, как она развивается. На начале фотковала плохо, откровенно плохо. Все это видели. Она развивалась. Она здесь двигалась дальше, 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 дальше. В итоге, к концу года ее фотографии поражали, попадали в разные подборки, топы и так далее. Это было очень круто. То есть она росла, и люди видели, как она росла. Одна из стратегии личностного роста. Одна из стратегии роста общей компании, success story. Вы показываете, что да, я несовершенно сейчас, да, у меня не получаются вот эти вот вещи, да, я только учусь. А потом раз, вы вырастете. И это круто. Очень важно, чтобы вас соответствовали ваши амбиции, вашим возможностям. Что соответствовало то, что вы говорите, заявляете о себе, тем, что вы можете сделать. Если вы пойдете на какую-то суперкрутую в жизни, то же самое. Если вы пойдете в жизни на какую-то суперкрутую должность и не поднянете, вы утопите собственную самооценку. Вы себе очень сильно подкосите морально и не справитесь. Займите место то, которое вам удобно занять. Да, я сейчас учусь. Это окей. Мало кто может рассказывать о том, что он учится. Мало кто может делиться этим. Я себя уже позиционирую как профессионал. Мне сложновато. Я говорю, я специалист по соцсетям. Я уже имею такие-то кейсы. Я ошибаюсь, меня можно подловить. Но большинству из вас нет нужды говорить, что я профи уже сейчас. Можно говорить, я учусь в этом. Я просагрессирую в этом. Я хочу стать профи. Я рядом с профи. Следующий пример это Ольга Кожар. Я обжал разные примеры из разных соцсетей. Это ВКонтакте был, то Инстаграм. Это у нас пример из Ютуба. Ольга Кожар не популярна в Фейсбуке, не популярна ВКонтакте, но супер популярна в Ютубе. Она дает уроки по английскому языку. Она стала постенировать себя как учителя по английскому языку. Рассказывать уроки по английскому языку с разных точек мира. У нее есть свои фишки, свои интересные штуки. Но это пошло. Тоже было довольно давно, когда было гораздо проще это все делать. Но сам факт, что вот такой пример просто учитель английского языка. Это к тому, что в принципе развивать персональный бренд можно кем бы вы ни были. Вы парикмахер, легко, наверное, да. Вы слесарь, вы делаете велосипеды. Получера к нам приехал мастер по велосипедам, он сделал мне велосипед. Он столько классных штук рассказывал, мне хотел взять камеру и снимать его. Чувак, я знаю, я сделал тебя популярным, пожалуйста. Соответственно, с ней работают. Сарафанное радио лучше. Как знаешь. Вероника Верлан. Вот девушка фотограф и видеооператор. Она ездит по миру, фотографирует, рассказывает о своих историях, публикует фотографии. У фотографов перед нами есть преимущество, конечно, они фотографируют, у них есть материал и делятся своими впечатлениями. Ее зовут на разные поездки, как гида, как лидера, и она получает за это деньги. Это здорово. Что именно надо делать? Возникнет у вас вопрос. Я скажу. Важно правильно заполнить профиль. В первую очередь, ты должен задуматься про себя. Как я хочу, чтобы меня люди понимали, как мне позиционироваться нужно себя, что бы мне хотелось, чтобы люди обо мне думали. У меня в профиле в фейсбуке есть такой description, можно написать, кто вы. Я написал интернет-маркетинг-гик. Я пока лучше ничего не придумал. То есть, я не до конца соответствую этому, но у меня хорошо что-то есть. И по этому маленькому, короткому описанию в три слова многие люди уже меня представляют. Они говорят друг о друге, между собой, что я интернет-маркетинг-гик. Оно пошло. Это важно. Понимать вначале для себя в три каких-то слова, кто вы и что вы хотите сказать миру. Позиционировать себя. Второе. Показывайте экспертность. Да, один из самых простых способов продвижения в соцсетях, как личного бренда, как сказал Саша Канцлер, это экспертность. Если у вас есть экспертность в какой-либо области, вперед. Возьмите ее и дайте ее. Лучший по ресторанам в Молдове рассказывайте, а лучший парикмахер рассказывайте. Хороший парикмахер, делитесь об этом. Я вам делал такую штуку, пробуй то-то, люди к вам потянутся. Если вы любите свое дело, я надеюсь, что каждый из вас любит свое дело, потому что если не любит свое дело, то лучше поменяйте работу, то становитесь с ней лучше и рассказывайте об этом. Будьте полезны. Очень важный момент. Когда вы что-то опубликуете, вы должны подумать, будет ли это полезно тем, кто меня читает. Социальные сети больше, не знаю, максимум Инстаграм может быть, личная социальная сеть, может быть максимум, он только будет для вас как вашей альбомом. Если вы здесь для того, чтобы создать классный персональный бренд, вы должны быть полезны людям, которые вас читают. Давайте пользу. Публикуйте трейлер, скажите, что вам понравилось в трейлере, а что не понравилось. Публикуйте фотографию или какую-то мем перепубликовываете, скажите, что смешно, что не смешно. Не перебор, не слушайте меня, это какая-то глупость. Ну, в смысле, объясните смысл, объясните, с каким посылом вы публикуете это. Дайте людям понять, что вы проанализировали что-то за них и что вы поняли из этого. Будьте полезны. Да. Засветитесь. Если вы действуете по принципу экспертности, найдите профильное сообщество, найдите профильные места, где обсуждают те темы, которые вас интересуют, где такие же люди, как вы, где люди их ищут. И там вы должны писать комментарии, отвечать, говорить, что думаете вы по этому поводу и вас заметят. К вам будут переходить, вас будут присматриваться вначале, не верить, отрицать, а потом принимать как специалиста. Живите интересно. Тут я вам не сильно помогу, но жизнь вносительно интересно, трассу путешествовать и так далее и рассказывать свой опыт. 2017 год, вообще, медиа, вот сейчас медиа такие, что люди, по сути, мало чего делают. Они больше всего делятся собственным пережитым опытом. Вы поехали на Яндекс.Текс.Кир, расскажите, как это было? Как у вас получилось? Люди сравняют с собой и напишут «Неправда?» и у вас появится какой-то хайп общения. Или с собой подумают «О, это классная услуга, хочу». Вы должны, вот две вещи основные, да? Будьте экспертами, это хорошо, не касаясь шоу-бизнеса. Второе, это делитесь людьми. Есть потребность делиться у всех. Кто делится со своими только близкими друзьями, а если вы хотите быть персональным брендом, всем делитесь с большим количеством людей. И пишите регулярно. Очень важный, важный совет на сайт надо писать постоянно. Нужно запрограммировать и писать. Не комментируют писать, комментируют больше и писать. Должна быть какая-то регулярность, должна быть система. А если нет системы, вы сломаетесь. Амир, осталось буквально немножко, скоро закончу, но я хочу договорить. Очень хочу. Основа персонального бренда. Это то же самое, как у брендов компаний. Первое, это личность, ценности, эмоции, энергии. Это сопряжено с брендингом. С брендингом у вас, вот он же, личность, то есть ценность, ценность, эмоции, энергия. Профессиональная компетенция, два, это как бы сервис, если прикидывать на компанию, это сервис. Профессиональная компетенция, если вы чем-то профессиональны, вы должны об этом говорить. И видение, это по сути стратегия, где я буду через год, через два, через три, куда я хочу, как хочу, чтобы меня видели. Я не знаю сейчас, я должен поставить маленькую цель, маленькую наметку, потом я сориентируюсь. Без этого начинать развивать персональный бренд невозможно. Это те вещи, без которых вы не сможете записать бренд. Вы пойдете просто по течению, получится, и не получится. Кому не стоит заниматься этим? тем, у кого есть продукты, проекты, проекты и продукты, про которые они рассказывают, которые могут лопнуть как мыльный пузырь, тем, у кого там есть какие-то косяки в прошлом, типа, вот Габурища, другой на голову не приходит, человек, которого, да, поддельный был документ о среднем образовании, и проект, рассказывать про проекты, у которых огромные риски вообще сложно, да, потому что вы не знаете, как выстрелит, а как несется аудитория. Но при этом, если правильно позиционировать, рассказывать о собственном опыте, то это может быть даже очень полезно, потому что, как говорили многие большие боссы, когда человек сделал ошибку на миллион долларов, он научился на миллион долларов. И вот, что я выписал, что делать нельзя. Тут я вообще советую всем сфоткать, записать, потому что это такие табу, которые можно прислать друзьям, сказать, эй, не делай так, нельзя делать много постов. Сегодня в социальных сетях делать постов много-много, только какие-то микроблогеры для журналистов. Сегодня в социальных сетях очень много контента, поэтому делайте один пост в день, в два дня, сделайте его классно-м продуманным. Репостить события других людей, шутки и так далее в 2017 году вообще мавитон. Если вы репостите что-то, добавьте свою приписку, объясните, зачем вы это репостите. Вы ведете свою страницу не только для себя, есть люди, они видят ваши публикации. Писать философский статус остался в 2009-м. Страдать по поводу сложностей в отношениях в 2005-м. Быть экспертным по всем вопросам сразу увольте, начните с чего-то одного. Марафоны селфи, чик-чик-чик-чик, это только мир, если вы есть. Вот мир, то можно, то есть сочетают с образом. Также, опять же, все, всему, всему, все хорошо в меру. Добавлять людей в группу, это вообще, за это палачи уже там натачивают эти самые допоры, которыми отрезать. Добавлять группы нельзя. Самое плохое, что может быть, это добавлять уже в груди в группу, потому что вы прождаете негатив. Публиковать очень некачественные фотографии, 2017-й год, камон. Писать неграмотно, само собой надо проверять то, что вы пишете. И писать то, что бесполезно большинству людей. Польза, 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 и только она в контенте. Последние несколько советов, это следите за поисковыми выдачами, гуглите, что пишет о вас Google вообще. Пишите, а мир, вот смотрите, ага, так-так-так, тут про меня плохо пишут, отработать нужно, тут про меня пишут, хорошо, напишу, поставлю лайк и так далее. Следите за тем, что пишет вас Google. Это самая важная вещь. То есть, когда люди ищут вас, они ищут в первую очередь в Google, либо в других социальных сетях, в Facebook. Поэтому, если у вас есть задача стать популярным человеком, вам важно завести социальный аккаунт, их можно больше где? Потому что это влияет на SEO, то, что там говорил Вадим. Чем больше вас есть в Google, в Twitter и так далее, тем выше ваша фамилия быть суперсильным персональным брендом, чтобы вас знали больше людей, чем ваши друзья в Facebook, можно завести сайт, простой, на котором будет просто написано ваши какие-то регалии, заслуги и так далее. То, что вы, чем вам не стыдно похвастать, то, что вы хотите рассказать о себе. Все вас будут искать, вас должны найти то, что вы хотите сказать, а не то, что написано там в куларах, где-то там. Фокусируйтесь на одной соцсети. Это важный момент. Я приведу пример людей перед этим не специально, специально, потому что очень сложно делать, быть успешным в разных соцсетях сразу. Обычно получается у людей добиться успеха в одной соцсети, а потом развивать на другие. Очень сложно быть везде сразу. Привет, YouTube, я с тобой. Привет, Instagram, я с тобой. Надо выбрать одну социальную сеть и с ней работать. Дублирование контента никому не интересно. Когда выйти одно и то же в Facebook и в Instagram, ну что, блин, сколько раз еще лайкнуть. Как же в Twitter зайти, там тоже фотография та же. Come on. И фамилия рулит. Очень важный момент. Этот сайт пришел ко мне года два назад, наверное. До этого у меня был ник Трайл Лайф, были там Ларри на Феррари и так далее. Все это было в прошлом и сейчас не имеет никакой привязки к настоящему. Мир стал очень прозрачным, мир стал очень открытым и ваша фамилия, то, что вас не отнимут. Отнимут компанию, название компании, отнимут много чем можно отнять юридически. А вот фамилию собственную отнять крайне сложно. Поэтому вкладывать их можно больше в собственную фамилию, собственный name, собственное имя. Делайте любить свою фамилию и продвигайте. Ну и давайте дружить. Это последний слайд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ